Техническое описание кода неисправности OBD2, SSR NOX, Catalyst, Банк, Перегрева 2. Что это значит? Это общий диагностический код неисправности, DTS, который применяется ко многим автомобилям OBD2, с 1996 года выпуска, это может включать, но не ограничивается, автомобилями от Audi, Big, Chevrolet, Ford, GMS, Mercedes-Benz, Subaru, Toyota, Volkswagen и т.д. Хотя общие, точные этапы ремонта могут варьироваться в зависимости от года, марки, модели и конфигурации трансмиссии, когда P20F0 хранится в автомобиле с дизельным двигателем, оснащенным OBD2, это означает, что модуль управления трансмиссией обнаружил, что температура для системы селективного восстановления катализатора SSR превышает максимально допустимые параметры, этот конкретный код применяется к датчику температуры ниже по потоку для ряда двигателей 2. Банк 2, это банк двигателя, который содержит цилиндр номер 2, хотя современные дизельные двигатели с чистым горением имеют много преимуществ по сравнению с бензиновыми двигателями, особенно в грузовых автомобилях, они также имеют тенденцию производить больше определенных вредных выхлопных газов, чем другие двигатели. Наиболее заметными из этих агрессивных загрязнителей являются ионы оксида азота, NOX, системы рециркуляции выхлопных газов, EGR, помогают значительно сократить выбросы NOX. Но многие современные мощные дизельные двигатели не могут соответствовать строгим федеральным, США, нормам выбросов при использовании только системы EGR, по этой причине были разработаны системы SSR. Системы SSR впрыскивают дизельную выхлопную жидкость, DF, выхлоп перед каталитическим нейтрализатором или ловушкой NOX, введение DF повышает температуру выхлопных газов и позволяет каталитическому элементу работать более эффективно. Это продлевает срок службы катализатора и позволяет выбросу NOX меньше в атмосферу, температурные датчики устанавливаются до и после катализатора, чтобы контролировать его температуру и эффективность, вся система SSS контролируется либо PSM, либо автономным контроллером, который взаимодействует с PSM, иными словами, контроллер контролирует датчики температуры, а также другие входы. Чтобы определить подходящее время для впрыска DF, точный впрыск DF необходим для поддержания температуры выхлопных газов в пределах приемлемых параметров и обеспечения оптимальной фильтрации NOX. Если PSM обнаруживает температуру катализатора, которая превышает максимально допустимые параметры, код P20F0 будет сохранен, и может загореться индикатор неисправности, какова серьезность этого кода неисправности. Любые сохраненные коды, связанные с SSR, могут инициировать отключение системы SSR, сохраненный код P20F0 следует считать строгим и адресованным как можно быстрее, может произойти повреждение катализатора, если код не будет быстро исправлен. Каковы некоторые из симптомов кода? Симптомы кода неисправности P20F0 могут включать, чрезмерный черный дым из выхлопных газов автомобиля, пониженные рабочие характеристики двигателя, снижение эффективности использования топлива, другие сохраненные коды SSR и коды выбросов, каковы некоторые из распространенных причин кода. Причинами этого кода могут быть, неисправный датчик температуры выхлопных газов, неработающая система SSR, неисправная форсунка SSR, неправильная или недостаточная жидкость DF, плохой контроллер SSR или ошибка программирования, утечка в предварительном катализаторе. Если хранятся другие коды SSR или коды выбросов отработавших газов или коды температуры выхлопных газов, их следует устранить перед попыткой диагностики сохраненного P20F0. Любые утечки из выхлопных газов перед катализатором должны быть устранены перед попыткой диагностики этого типа кода. Для диагностики кода P20F0 потребуется доступ к диагностическому сканеру, цифровому вольтметру, ометру, DVOM, инфракрасному термометру с лазерной указкой и источнику диагностической информации системы SSR для конкретного автомобиля, поиск бюллетеня технической службы, TSB, который соответствует году выпуска, марке и модели автомобиля, а также размер двигателя, хранимый код, СС и выставленные симптомы могут дать полезную диагностическую информацию. Начните диагностику с визуального осмотра системы впрыска SSR, датчиков температуры выхлопных газов, датчиков NOX и жгутов и разъемов датчиков кислорода, 02, сгоревшая или поврежденная проводкой, или разъемы должны быть отремонтированы или заменены, прежде чем продолжить. Для продолжения найдите диагностический разъем автомобиля и подключите сканер, получить все сохраненные коды и соответствующие данные стоп-кадра и записать эту информацию перед очисткой кодов, после этого тестируйте автомобиль, пока PSM не перейдет в режим готовности или код не будет сброшен. Если PSM действительно входит в режим готовности, код является прерывистым и может быть намного более трудным диагностировать в это время. Условия, которые способствовали сохранению кода, могут ухудшиться, прежде чем будет поставлен диагноз, если код сбрасывается немедленно, выполните поиск источника информации о транспортном средстве, чтобы получить диагностический блок схемы, схемы выводов разъемов, виды лицевых разъемов, а также процедуры и спецификации тестирования компонентов, эта информация будет необходима для выполнения следующих шагов вашего диагноза. Наблюдайте поток данных сканера, чтобы сравнить данные датчика температуры выхлопных газов, да и после кошки, между наборами двигателей, если обнаружены несоответствия, проверьте датчики температуры выхлопных газов с помощью DVO-M. Датчики, которые не соответствуют спецификациям производителя, следует считать неисправным если все датчики и схемы работают должным образом, подозревайте, что каталитический элемент неисправен или что система SSR вышла из строя, убедитесь, что резервуар DSM заполнен соответствующей жидкостью и что он не был загрязнен.